Встретительство мы начали с 6 ноября 2015 года. В прошлом году было освоено 1,5 млн грн. В этом году уже освоено 17,5 млн грн. До конца года нами планируется освоить еще 18 млн грн, потому что в этом году было предусмотрено 35 млн 850 тыс. грн. финансирования. На сегодняшний день нами было выполнено полностью вертикальная планировка, завезен грунт, фундамент, свай 780, смонтированы 100% фундамента и блоки, перекрыт сокольный этаж полностью плитами, первый этаж полностью с кирпичной кладкой выполнен на 100%, перекрыт уже первый этаж также плитами перекрытия на 100%. В настоящее время мы закончили на 100% монолит по начальным классам и уже буквально с завтрашнего дня приступают к ровле. По строительным нормам погода пока позволяет, поэтому мы ускоряемся и буквально уже третий день мы перешли на вторую смену. Спортзал мы заканчиваем и перекрываем плитами 12 ноября. У нас заканчивается 10 ноября кирпичная кладка и перекрытие актовый зал и мы тоже передаем уже 10-12 ноября под кровлю. По коммуникациям мы проложили уже сеть теплотрассы. Из бюджета всех уровней выделяются финансы в достаточном объеме для того, чтобы обеспечить беспрерывное строительство новой с нуля школы. Разработан был план и вы не должны отставать, поэтому я вас убедительно прошу уделить внимание качеству и скорости своей работы. Все у вас для этого есть. Финансы из государственного бюджета, из местных бюджетов изыскали, рабочая сила есть, желание, надеюсь, тоже есть. Поэтому без ущерба, еще раз повторю, качество, должна быть построена школа. Примем семью. Прошу вас, все включитесь. Две смены нужно, три смены нужно. Значит, будем работать для того, чтобы обеспечить микрорайон школой, которая была нужна еще пять лет назад. Каждую неделю выездные заседания и собирать штабы для того, чтобы проверять в сроке, в графике, и какие есть отставания. Понятно. Она прям будет полностью заделки пеноблока, в середину декабря мы уже должны закончить карта. Сегодня приехали с инспекцией по строительству школы. В Песочине была реакция населения о том, что стройка идет медленно. Поэтому лично приехала проверить, для того, чтобы мы вовремя и в сроке выполнили все работы, перешли к внутренним работам в зимний период времени. Для того, чтобы не выбиваться строителям из графика, решила лично приехать и проинспектировать. Что касается школы, то, безусловно, эта школа нужна была еще пять лет назад. Мы обратили внимание на просьбы жителей. Будучи здесь, в микрорайоне, ко мне подошли жители и сказали о том, что есть такая острая необходимость построить школу. На эту проблему обратила внимание кабинет министров Украины, они и знают лично президент Украины. Поэтому воля и финансирование из государственного бюджета были. На сегодняшний день они проходят в полном объеме. Кроме того, запланировано выделение средств на следующий год, для того, чтобы беспрерывно вести строительство этой школы. Поэтому финансирование есть, наше желание есть, необходимость строительства новой школы тоже есть. Главная задача на сегодняшний день строителей в сроке и качественно выполнять эти работы. Продолжение следует...